Приветствую вас! Здравствуйте, дорогие участники и посетители Петербургского книжного салона! Раз вы пришли, значит читайте книги! И вы надеете, что вы нас знаете! Дорогие мои ведущие, обычно красивые, Туда-сюда известные люди! Но Петербург, как вы знаете, город осоль, Поэтому и ведущий на нашем сегодняшнем празднике тоже особых. Я с удовольствием приветствую и представляю вам мою котлету. В качестве ведущей сегодня самая известная старуха русской литературы, Алена Ивановна, старуха-поцельщица. 150 лет назад случилась нейроническая история, Но отказаться от участия в Петербургском книжном салоне она не смогла. Алена Ивановна! Дай ведущих, дайте, 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 дайте про ведущих. Ведущий, не красавец, подкольник, профессорист. Роман еще есть такой, кто-то, что, Дмитрий Петрович. Но это зависит и спокойно. Вот и воспалительные условия, и привлекательный человек. Нитерин, а Витчин, как хорбус и хорбус. И каждый согласится с автюрного года работать на улице, А для него четко уже дед лучше. Да, Лёна Ивановна, просто на этих слов я даже не знаю, как продолжать. Но, тем не менее, мы продолжаем. Сегодня ваш взгляд удивительное шоу. В качестве кутюрье выступает сам Федор Михайлович Настоевский. Поприветствуем, маэстро! И солнце, обратите внимание, сразу выглянуло с появлением этого великого литератора на наших потомках. Но это моментальное выявление, поскольку у концерра, Время, кто приветствует вас всех еще раз, Уже относительно более вздумчиво. Маримарка, в целом за этот костюм героев, Который представлен сейчас перед вами нашим фондом показе. В конце остается обязательно поприветствовать вас. А сейчас мы начинаем! Роман «Бедный люди» Макар «Девушки» Макар «Девушки» Первый герой Федора Михайловича Работает предписчиком в канцелярии Очень аккуратно переписывает Докторые мечты, как сделают типичного историального заветника Платье со Сталином, публицы болтаются на деке Главная черта этой примернилась и скромность Макар «Девушки» Макар «Девушки» Маленький человек Роман «Бойник» Яков Семенович Галятки Эту герою, которого Михаил сказал, Главнейшее типа Законки словом Мнительный, незначительный Простоя клеточка А вот и господин Галятки Младший, как две капли Похожий на Галяткина старшего Законки словом Мнительный, незначительный Эй, ветовские, костюм не запачивайте Они же только что от Портного Рядашки, аккуратненько Яков Семенович Галяткин Старший и младший Войнити! Дядыш Галятки Маленький человек Еще не старик А окажется, что вот-вот развалится Минь, аристограф Мол, абсолютно впал в место Минь, заставлен Из каких-то кусочков Вносит барей, усы Багенбарк и даже фаривок Берится и бумянится, чем кел Бокет в корсетти И храмает наевую ногу Эта нога у него поддельная Правый пласть и глядый И зубы, обратите внимание Недосторящие Но отец Совершенно отбороден Князь Ка! Село Степанчула И его обитатели А с тобой, полковник Егор Ильич Растает Оружности богатырские С рубятыми щеками С белыми, как сладовый гость С вами, с голосом громким Звотким И с откровенным Разгласительным смехом Говорит отрывистой Строговоркой Натурой И жительно всем довольная И ко всему привыкающая Ой, не полковник, родвозня Как раз служил Егор А он что-то служил Не понимая Тряпкого Он не герой Полковник, Растанец А вам Амич Амич Чуд Ты человек Уродный Границатель Приживальщик Из хлеба Оттуда взялся Ели свет Попал Амич Волрос Свет И спросит Кто с гормана На побородке Большая Города Ходит тихо Веркарь Шагань Опустил Глаза Вниз У генерала Изображал Различные Сигей Живые Картины После смерти Генерала Из шута Превратился В деспота Блюгаренький Человек Снахарь Ничтожный Молодушный Бесполезный Гатенький Безобразно Обидчивый Мнительный Урод Либо Хвастливый И вообще Урод Урод Обид Обидский Урод Урод В село Снепанчиково Огапья Тихонов Накрохоткина Злая Отводили Умственные Способности Генеральша Вся Один Ляк Краун Вышедшая Суба Капристая И встокная Едиотва За штабы Прижимала Восем Шпиц Китайских Кош Она Ели по целым Дням Молчит Не разжимая Рот Кидается На пол Или становится Патологически Просторечивый Несет чушь Без остановки Приходя Там ярость Долгостом Бабуфовича А где Бабуфович 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 Слышит Его ушами Смотрит Его глаза Генеральша Краун Кита Воспользуйтесь Вашим шансом Поприветствовать Замечательных Персонаж Их Исполнителей Продолжаем Роман Игрок Алексей Иванович Повермер Алексей Иванович Роман Игрок Поприветствуйте Популинка Приехала Понимаете Линдоводы Новый класс Игрой И все Представьте себе Проиграла А держи Моя Популя Пять лет Уже В песне За ее гостин Она Слышит Бойко За дурной И все Время Все Краин И Кричит Антонина Васильевна Роман Игрок Говорит Что Сталин Неселеров Трои Сталин Игрок Бывшую студию Приветствуйте Студентишка Студентишка Наполеон Себя считал Пальто Ачрамер Живет Непосредственно Внутри Пальто Я не прошу За фоксом Адмирный Высший Пишет Апектакль И Сполненный Тесьмир Это Дизайнерская Экранспортивная Игнать Служит Игнать Замет Проножение Различных Предметов Шляпки Верман Круглая Ся Изношной Прозвольников Замечательный Народ Шлобой Чтобы старушек Мучить Основной Прозвольник Верман Живой Величная Леон Игнать Да Радион Настольников Преступление И Наказание Бакиль Троич Кристос Свет Дел Правовед Человек Нет Тридцати Пяти Рост Дум Пониже Среднего Нева Скорее 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 Круглая Петрович Прекорствует Вас Пристав Средствует Дел Правовед Шаг До Тридцати Пяти Ростов Ниже Среднего Тридцати Среднего Тридцати Петрович Петрович Я надеюсь на тебя, Марпюшин. Преступление и наказание Семен Захарович Мармеладов, бывший демократный царей. Человек среднего роста и плотного сложения, затекшего постоянного пьянства желтого, даже зеленого падра и цветового. Человек-патник, прилипшим кулинками села, застегнут на одну пудрецу, а столей пудрецю пробил. По фракам и пашу, запачканная и залитая ванишка. Гречи и пухшие, из таких сияния крошечные, как щелочный глаз. Развея непосложенность, пожалуй, и смысл не пугут. Известен петербургских питей и судьбея. Семен Пармеладов, поприветствуйте! Преступление наказания Софья Семеновна Пармеладова, дочь Семеновна Пармеладова. Деньги зарабатывают, простегутые. Патикы куплены из четвертых рук, зэгат, сэгат хэнд, платье желтого, с необъятным клинолитом. Неприличное платье, с неудочным девиц, ярко выдающимся царю. Патинки застаяны. Пульпанты шляпнут, стратегии детали у янды, вон в нем Семеновна Пармеладова. Соня Гармеладова. Роман преступления и наказания Катерина Ивановна, жива Семенова Пармеладова. Образованная и урожденная шкал офицейской дочери. Сердце и чувства сок. Дамы о великодушной, с сугубом достоинством, с грудью слабой, в чухолке наклонной. Возгибренность благородного дворянского стяточек получила золотую медаль и похвальный лист. Прибылью с мешатью танцевала при губернаторе. Ты спрестанно кашли. Ужасная девушка и женщина. Птица очень водочная, медная, взгляд спиратайный. Кто талантлива? Катерина Ивановна! Ну что ж, теперь и вы, Алёна Ивановна, подхаливайтесь в моделью. Удовольствие. Роман, преступление и доказание. Старуха-процельщица, Алёна Ивановна. Ай, спасибо. Старуха-процельщица, Её никто не любит. Никто. Алёна Ивановна, старуха-процельщица. Давай, давай, Ивановна, ко мне сюда возвращайся. А мы продолжаем. Роман, идиот. Князь Свет Николаевич в мышке. Последний в своём роли. Сначала первый, зато потолк очень-очень богатый. Широкий плащ без руководок, огромный капюшон, пульсная расчётра на рост, лишь и средний. На ногах толстый подошвенный, башняки со штилетами. Припалишься, неловко, разбитый в битву глазу, кинеравший крючной. Так же аксессуар, дождь и узелок, из старого приятного гуля. В пауле щёки, лёгенькая, остренькая воротка, глаза большие, и пристальные. Взгляд! Тихий, но тяжёлый. Лицо приятное, тонкое, бесцветное. Князь Мышкин! Душевно отборьбой! Князь Мышкин! Роман идиот Настасья Филипповна Парашкова! Необыкновенной красоты женщина! Прошу поприветствовать! Мужчины замечали, что в этом лице страданий много. Да, с этакой красотой можно и мир перевернуть. Ха! Ха! Подумаешь! Чёрное и жёлтое платье простого фасона. Платье изяночного фасона. Назадки ничёвые. Глаза глубокие, ой, задумчивые, роженилица страстная и высоковерная. Ифердальница! Сто тысяч встанет в просьбу! Настасья Филипповна! Эй, 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 мужчина! Мужчина, мужчина, вы куда? Эй, эй, подкиньте сцены! Очистите подмазки, мужчина! У нас праздник! Праздник у нас! Разбивай тут плечи, там вместе! Забызгайте аппаратуру, мужчина! И всё, всё, я узнал! Устаю! Паркёрский, бёдь, члопожный! Роман и темно, без мужцов, с ипотом, почётный куштанина! Крепкое сложение, глазки огненные! Натура красная, партизная, неуёмная! Стиль грубой души! Паркёр на коже! Паркёр на коже! Роман, идиот, отлая и пучина! Младшая дочь герона и пучина, бесспорная красавица! Свети обращает на себя большое внимание! Ваши здоровые, цветущие, очень любят поесть, плечи, грунт, ручищи, просто как ужинка! Абсолютное дитя! Застенчиво и стыдливо, очень смешливо! Замечательно смеётся! Об silent молнии, Свети обращается! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Свети на всяких неведение! Ха-ха-ха! От лаяью пучу! Спасибо, дорогие за деньги! Роман Николай Всеволодович Ставровин. Очень плохой человек, просто отвратительный тип. Между нами и дадим, разлитий малолет, мерзкая личность, настоящий негодяй. Лицо красивое, но напоминает мать мне, что в нем есть очень неприятный человек. Редмит загадочный и непредсказуемый. Уйдите со сцены, вы крысь, лучше язык. Уйдите! Уйдите праздник там, товарищи, убедите его! Убедите его! Тьфу! Тьфу! Скинь! Скинь язык! Смотрим тебя! Извращенец! Извращенец! Василий! Роман Бесок! Маленький, мальчик, 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 мальчик. Замечательные ее тихие, ласковые, серые глаза, в радостных взглядах. Ищу наряда, совершенном оголеная шея, без мотка и без бурдоса. Мария Тимофевна! Роман Бесок! Приветствую к Роман Бесоку! Алексей Милыч Кириллов! Гражданин мира, Роман Бесок! Считает себя человеком Богом! А мячиком в руки тренируют. Это не то! Вот, вот Кириллов! Вот Кириллов! Только не поделитесь, ребята, у нас здесь не раз подняться. Вы сидите из другого романа, парень! Приветствую Кириллову! Из Романа Бесоку! Гражданин мира, Роман Бесоку! Гражданин мира, Роман Бесоку! Гражданин мира, Роман Бесоку! С бредным лицом и черными глазами, в обмес Бесоку! Собоубийца из Идеи! Мячик в руки тренировал сейчас! Алексей Кириллов! Собоубийца из Идеи! А теперь на очереди Петр Степанович Верновенской, Кромановецы! Гражданин мира, Роман Бесоку! Гражданин мира, Роман Бесоку! Одет чистый и даже на воде, Тони щекать скидки, Хачатся сутловатым, мешковатым, Но все, ну совсем не сутловатым, Даже развязаным! Ходит и движется очень торопливо, Обратите внимание, Но никуда не торопится! Никто не скажет, что он берет собой, Но лицо его никому не нравится! Да смотрите, чудак какой-то! Да какой же он чудак? Он провокатор! Петрушка Верховенский! Петруша! Роман! Братья Карамазовы! И мы начнем с самого странного персонажа! Это Чордж! Двойник Ивана Карамазова! Брат хорошенький, Совершенно высушенный изгод! Узкие кратчатые потолоны Специально устаревшего фасона! Белкая шляпа, Совершенно не по сезону! Братное значение имеет физиология, Складная, И готовая сурит вам обстоятельства На всякое небесное выражение! Ничто человечественное ему не чуждо! Хорошо, что его уже убили! Это черт! Кошмар Ивана Карамазова! Агрофена Александровна! Грушинка! Высшее желтовое платье, Дорогая черная жарь! Движение тела твошки! Очень мило лицом! С высоких пленорозовым антетом рубятся! Верхняя губа тонка, А нижняя, Несколько вынужденная, Сотклоя по мне! Горды! Венерви-розные, Мутрируя пропорция! Типичная русская красота! Обидь кровазов! Обидь кровазов! Называем их женщин-зверь! Грушинка! Граба братья Камазовы, Катерина Ивановна! Гордая и властная Сотклоя пицца-грушинка! Большие горящие глаза Ее прекрасны и особен в твое! Очень гордая и высокомерная! В платье подчеркнуты Ее властность, Гордая развязность и самоверенность! Сотклоя пицца-грушинка! Сотклоя пицца-грушинка! Катерина Ивановна! 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 Очень высоких способностей, талантливый, душа бурная. Интеллектуал. Он из тех, которым не надо бы миллионов, а надо бы нам мысль разрешить. Убить его, как Родька, его же Единя заела. Заела Иван Харкавазов. Павел Фёдорович Светтиков, внебрачный сын Фёдор Павлович Карамазов. Страшно нелюдим и волчавист, характером отменен и как будто всех презирает. Ботин, не обратите внимание, чистит особенную английскую акцию до состояния зеркала. Именно он убил Фёдор Павлович Карамазов, своего отца, да! Но тем не менее, не очень чистоплотен, вычищает платье два раза в небе. А дура примитивная, подействия, способная на всё. Смерняков! Фёдор Павлович Карамазов, глава семейства. Увертый повещен расправный и пюресничный человек. Обратите внимание, рука Флёна Греб с надписью «Гостинчик в три тысячи рублей, ангел моего круженьки, если захочет прийти». А внизу примитивный плёд. Фёдор Павлович Карамазов, в празднике, чемпионный незаконный. Павлович Карамазов, в празднике, в празднике, в празднике, в празднике, в празднике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова